Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. При том, что я стараюсь как можно меньше пользоваться сервисами от Microsoft, я понимаю людей, которые без этого монополиста обойтись не могут. Я, кстати, тоже являюсь заложником, поскольку линейки Adobe под Linux нет, а обойтись без After Effects я не могу. Аналогов пока не придумали. Итак, я делал обзор OneDrive, ссылка в описании. На бесплатном тарифе у вас тут 5 гигабайт и бесплатный, правда урезанный, Microsoft Office. А еще у вас тут есть, например, личное хранилище, в котором хранятся файлы в зашифрованном виде, второй рубеж безопасности после сложного пароля, а пароль должен быть сложным. В личном хранилище по умолчанию, насколько я помню, подключена двухфакторная аутентификация, коды присылаются на почту, но это не самый надежный и не самый удобный способ. Вот, например, тут я запутался в кодах. Поэтому Microsoft советует скачать приложение на телефон и этим мы, собственно, сейчас и займемся. Приложение называется Microsoft Authenticator и призвано усложнить для злоумышленника доступ к вашим аккаунтам. Качаем в Google Play, устанавливаем. Собственно, двухфакторная аутентификация должна быть установлена на всех чувствительных аккаунтах. При этом аутентификация с помощью приложения не только удобнее, чем по СМС, но еще и надежнее. Я рассказывал о Google Authenticator, ссылка в описании. Microsoft это примерно то же самое, но тут есть один бонус. И если у вас есть аккаунт в Microsoft, вы сможете заходить в него без пароля. QR-код я не нашел, поэтому зайдем с помощью учетной записи. Логин, пароль и запрос кода из письма, поскольку пока двухфакторная аутентификация с помощью приложения у нас не подключена. Окей. И черный экран. Дальше я не помню, нужны ли какие-нибудь дополнительные действия, поскольку приложение по умолчанию не дает записывать экран. По-моему, на этом все. После этих простых действий при заходе в аккаунт Microsoft вам не придется вводить пароль, только логин. Но при этом телефон с приложением нужно держать под рукой, поскольку Microsoft пришлет вам уведомление вот такого вида. Вам нужно будет утвердить вход. Почему не подтвердить, непонятно. И ввести свой пароль блокировки экрана, который у вас безусловно должен быть. На отпечаток пальца он у меня почему-то не реагировал. Кстати, если и тут я тоже не могу вспомнить как было, двухфакторная аутентификация у вас таким образом не подключится. Нужно зайти в настройки аккаунта. Моя учетная запись. И здесь обновление сведений о безопасности. Дополнительные параметры. И тут настройка двухшаговой проверки. Двухшаговая проверка. Мда. Здесь выберите приложение и по-моему на этом все. Но на самом деле основная функция Microsoft Authenticate это не организация захода на сайт Microsoft, а установка двухфакторной аутентификации для всех остальных аккаунтов, которые эту функцию поддерживают. Как это делается? Очень просто. Надо только найти, где она включается. Вот, например, Discord. Голосовой и текстовый чат. Идем в настройки. Тут, кстати, включение двухфакторной аутентификации на первом экране и на самом виду. И это правильно. Иногда бывает так запрятано, что не найдешь. Но это где-нибудь, где безопасность или вход в систему. Еще раз пароль. И вот. Вам нужен QR-код. Здесь, кстати, Microsoft Authenticator не указан. Вроде как только Google. Но на самом деле это совместимые приложения. Теперь в самом приложении мы нажимаем на «Добавить учетную запись». Выбираем другое, все что не Microsoft. И сканируем QR-код. Учетная запись добавилась. У вас тут кода видно не будет. Будет вот так. И надо зайти в учетную запись. А вот код. Вбить его надо вот сюда. Это значит, что приложения синхронизировались. Я вам советую скачать резервные коды и хранить их в безопасном месте. Это на тот случай, если вы потеряете телефон, сломаете телефон, у вас украдут телефон. Восстановить вход в таком случае бывает не всегда просто. И коды тут очень сильно помогут. Ну а у нас все заработало. Заходим в аккаунт. Он просит ввести код. Смотрим код. Вводим код. Имейте в виду, что он обновляется каждые 30 секунд. Надо успеть. Ну и что касается настройок. Удобно показывать коды на главной странице. Вот так. И может быть блокировать приложение при каждом входе. Но если уж злоумышленник разблокировал экран, предполагается, что пароль он знает. И запись экрана не включать. По умолчанию она отключена. Я включил просто, чтобы записать скринкаст. При прочих равных условиях Microsoft Authenticator вполне годный продукт для обеспечения безопасности ваших аккаунтов. Лично мне больше нравится приложение от Google. Но если вы пользуетесь Office 365 или хотя бы бесплатным OneDrive, приложение от Microsoft, наверное, предпочтительнее. Кстати, для тех, кому не нравится выбор между двумя этими корпорациями, есть еще Authy и несколько сравнительно молодых утилит с открытым исходным кодом, между прочим. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.